Здравствуйте, дорогие друзья! Я Троханов Сергей Петрович. Предлагаю Ваше внимание в пятый урок «Иссыкло-основы плодической анатомии. Иссуем фигуру человека без лука». Советую пользоваться доступным учебным пособием по плодической анатомии Михаил Рабинович, Иони Борчай, Бутвин Багас. У меня в руках учебник Михаил Рабинович, которым пользуются широко мои студенты на уроках ИСУ. Для лучшего запоминания предлагаю Вам на одном из рисунков сделать надписи «Мышцы». В дальнейшем такой рисунок Вам будет использован как фактическое пособие. Итак, начало первого урока. И пятого урока первый шаг. Умечаем разметку фигур. Начинаем. Если ошиблись, поправиться можно. Блок череп. Блок грудной клетки. Блок таз. Общее движение. Нога. Блок колена. Блок шеи. Идем сверху. Лопатка. Грудная мышца, прямая мышца живота. Линия подвздошная таза. Доличные мышцы. Прямая мышца бедра. Другая мышца бедра. Икроножная мышца. Силуэт. Большая бельцовая кость. Статон. Пометим. Бедренный сустав. Головку бедренной кости. Пометим. Внизу головку. Малоберцовой кости. А теперь пометим. Сустав коленный. Там где сходится бедренный кость. И большая берцовая кость. Здесь нужно учитывать, что. Бедро чуть длиннее, чем. Голень. Поэтому эта линия будет. Этот отрезок будет несколько длиннее, чем вот этот отрезок. Чуть-чуть ниже. Вот так. Поправимся. Вот так. Чуть ниже этого отрезка. Проводим диагональ. Линию. Головки. Большой. Берцовой кости. Делим пополам. Эту зону. Блок. Блок колена. И внизу ставим. Головку малоберцовой кости. Проводим ее вниз. Соединяем с этой головкой. Сохраняем блок таза. Теперь грудной клетки. Ищем плечевой сустав. Головку плечевой кости. От нее вниз. Это линия. Грудной мышцы. Еще раз вниз. И на крестец. Это широчайшая мышца спины. Здесь ищем вот такой треугольничек. Это будет лопатка. Общий блок грудной клетки. Смотрим. Дублируем еще раз шею. Смотрим. Теперь череп. Кемия. Затылок. Нижняя челюсть. Деляем вот так верхнюю зону черепа. Ищем кончик носа. Нос. Ну и ставим здесь ухо. На этом этот шаг закончен. Покроем шею. Так. Здесь мы должны на себя пометить, что мы помечаем суставы плечевой, тазобедренной, коленной и точку малой перцовой кости в стопе. Отдельно рассмотрим отдельно рассмотрим череп. Можно рисовать вот такой круг. Сотелок в квадрат. И в этой форме рисуем череп. Отдельно. Еще раз помечаем кемия. Затылок. Идем чуть в диагональ вперед. И помечаем нижнюю челюсть. Делим пополам. Делим пополам эту форму. Эта линия глаз. Ставим глаз. Вокруг этой точки фресуем глазную впадину. Нижнюю зону глазной впадины помечаем. Идем. Помечаем скаловую кость. От точки глазной впадины. Идем на уголок нижней челюсти. Помечаем форму мышц. Нижней зоны черепа. Поднимаемся кверху до точки лобной бугор. И движемся дублируя теменную линию. Движемся вниз на затылок. Дублируем затылок. Пытаемся нарисовать ухо. Верхняя зона у нас это линия под рундуги. Ставим ушную раковину сверху. Идем вниз. Ставим мочку. И это у нас кончик носа по нижней мочке. По нижней зоне уха по мочке. Вставляем кончик носа. Попробуем нарисовать еще раз этот же шар. Можно писать его в квадрат. Темя. Затылок. Линка в диагональ нижней челюсти. Делим пополам эту форму. Это у нас линия глаза. По кругу глаза рисуем глазную впадину. По нижней зоне глазную впадину проводим прямую линию. Это у нас скуловая кость. Вниз идем в диагональ сюда. И на лун нижней челюсти сюда. Чув. Поправимся. Так. Ищем лобный бугор. Это вот точка. И дублируем темя и позатыв затылочной части. Теперь ищем ухо. Это верхняя зона подрубной дуги. Кончик носа. Это у нас три части лобный бугор. Подрубная дуга. Кончик носа и нижний край нижней челюсти. Ищем ухо. Наметили. Попробуем рисовать еще раз. Шар. В нем теме затылок нижней челюсти. Теле пополам. Это у нас ухо. Это у нас глаз. Еще раз рисуем шар. Затылок теме нижней челюсти. линии в диагональ. Или пополам это у нас глаз. Вокруг глаза глазная впадина. От нижней кромки глазной впадины ведем линию сколовой кости. Идем вниз линию и уголок нижней челюсти. верхняя зона глазная впадина это у нас верхняя зона раковины ушной. Ищем кончик носа. Проводим прямое вот на сухо. Дублируем от лобного бугра линию кемени линию затылка и вот у нас получается вот эта форма. Мы затрем пальцем так что форма вышла вперед на нас. Вот на этом первый шаг пятого урока закончен. Как видно из урока я использую прямую обрубающую линию и дугообразную закругляющую линию. Подобная комбинация обогащает пластиковый рисунок. Второй шаг пятого урока. Делаем разметку. Работаем прямую линию. Делим треск в полон. Если ошиблись уточняем. Блок череп. Блок грудная клетка. Блок таз. Общее движение ноги. Блок колена. Стопа. Взьем. Пятка. Шея. Грудная мышца. Прямая мышца живота. Лопатка. Грудная мышца. Блок сохраняем. Блок таз сохраняем. подвздошную линию таза. Помечаем. Помечаем выход азит таза. Помечаем ягодичную мышцу. Помечаем блоки колена надколенек. От него кверху по вертикали проводим прямую линию. Это у нас прямой мышцы бедра. Другой стороны проводим линию до главы мышцы бедра. таз сохраняем как блок. От блока коленки проводим экран ножную мышцу. Сухожилие ахилловую линию. Можно уточнить. С нижней стороны проводим большую бельцовую кость силуэт. Идем сверху. Темя затылок нижней челюсти кончат носа. Идем дальше. Ищем сустав плечевой. Идем дальше. Ниже ищем сустав тазобедренный. Внизу в боленостопе смотрим где будет головка малой берцовой кости. Теперь от тазобедренного сустава до малой берцовой кости проводим прямую отрезку. Делим на равные части. Примерно пополам. Но бедренная кость лечит чем малая берцовая и большая берцовая. Поэтому проводим чуть-чуть ниже в этом отрезке. Сохраняя пропорции бедра больше чем голень проводим прямую линию. Это будет линия расчленения двух костей. Бедренный и большой берцовый. Чуть-чуть ниже проводим диагональ линию. Это будет зона нижней головки большой берцовой кости. Делим этот блок коленка пополам внизу ищем головку малой берцовой кости проводим ее вниз. Дальше начинаем искать длинную малой берцовой мышцу. Смотрим и тянем ее вот так вниз вокруг головки малой берцовой кости в стопе и проводим диагональ линию. Следующая линия это боровинная мышца. И еще одна линия это икроножная мышца и хилов сухожилия. Перейдем к тазобедренной сустав. Тянем вниз от головки большой берцовой кости линию подвздошно-большеберцового тракта. на задней поверхности и на передней поверхности. Делим вот этот отрезок практически пополам. Это у нас будет прямая мышца бедра и боковая мышца бедра. Вот в этой зоне у нас появится напрягатель широкой фасы. В этой зоне у нас будет средняя мышца ягодичная и это будет большая ягодичная мышца. Поднимаемся кверху. Смотрим грудную мышцу. Смотрим широчайшую мышцу спины крестет сухожилия. Снимаем мышцы живота. Касаем мышцы живота. И в дальнейшем рисуем руку. Вокруг плечевого сустава смотрим дельтовидную мышцу. идем вниз локоть идем в сторону это у нас предплечья руки пястья пальцы предплечья руки смотрим снизу плечевые мышцы общим обвисающей линии сверху смотрим сохраняем прямую линию и линию округлую плечоучевая мышца поднимаемся кверху в плечевую зону руки ищем локоть смотрим с задней стороны с тыльной стороны это наловка трехглавой мышцы с передней стороны двуглавой мышцы и между ними плечевая мышца ищем трапециевидную мышцу и поднимаемся вот сюда это зон трапециевидной мышцы сохраняем блоки таз грудную клетку череп можно пометить глаз линию рта ухо череп отдельно разобрали в предыдущем шаге можно рисовать отдельно еще раз руку плечевая зона приплечье пястье запястье пальцы раз два три четыре пять блок сохраняем общий помечаем локоть если начинаем рисовать прямым прямым блоком в дальнейшем мы рисуем плечевые мышцы предплечья сверху прямая линия дальше закругленная мышца это будет плечо лучевая мышца идем дальше помечаем локоть с внешней стороны ищем трехглавую мышцу с внутренней стороны ищем двуглавую мышцу между ней входит плечевая мышца вниз вверху обнаруживаем галитомедную мышцу можно тонально чуть снизу дать тень и чуть где-то в середине в середине дать тень чтобы создавать некие объемы объемы формы давайте попробуем нарисовать еще раз то же самое нольтовитные мышцы треуглавая мышца двуглавая мышца плечевая мышца локоть локтевые сгибатели предплечье плечо-лучевая мышца предплечье пястью пястью за пястью одним боком и пальцы раз два три четыре пять пометим головку на этом второй шаг пятый урок закончен рекомендую этот урок выполнять на формате А3 так как придется работать с мелкими деталями этот формат облегчает выполнение задания кематию